Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Как все-таки родитель должен себя вести, чтобы знать друзей, знать, куда ребенок ушел? Во-первых, для начала я хочу родителей поздравить. У них есть ребенок. И, к сожалению, как Вы говорите, в будничной суете, в погоне за финансовым благополучием, в цейтноте сменяющихся событий друг за другом, родители очень мало уделяют своему ребенку внимания. И отношения с ребенком переходят в формальные, и появляется между родителем и ребенком вот эта эмоциональная пропасть. Чтобы ее избежать, я, как педагог-психолог, рекомендую каждый день своему ребенку задавать 4 вопроса. Почему именно 4 вопроса? Учеными доказано, что родители в среднем своему ребенку уделяют в день 12,5 минут. Из этого времени 8,5 минут отводятся на нравоучение, наставление, выяснение отношений, разрешение конфликтных ситуаций. И получается только 4 минуты отводятся на дружеские, теплые беседы. Поэтому, уважаемые родители, запомните вот эти вот 4 вопроса своему ребенку. Эти вопросы относятся к открытым типам вопроса. Есть закрытые типы вопроса, где требуется только однозначный ответ, ну или как минимум 2 варианта ответа. А вот открытые вопросы, они требуют от ребенка раскрыть свои эмоции, ощущения, свои чувства. Они позволяют ребенку проанализировать поступки свои и поступки чужих людей. Они позволяют родителю больше узнать и понять своего ребенка, и даже понять самого себя. Итак, 4 вопроса, которые построит вот этот вот мостик в душу ребенка. Первый вопрос. Как прошел твой день? Будьте готовы к тому, что ребенок поначалу, если у вас еще пока не вошло в обиход задавать вот эти вопросы, будет отшучиваться простыми односложными предложениями. Тогда все нормально, все хорошо, как обычно. Если так получается, то порепетируйте эти вопросы, задавайте на своих родных, близких, на своих соседях, на своих коллегах. И когда вы уже будете уверены в этих вопросах, тогда задавайте их ребенку. Говорите в таком случае своему ребенку следующее. Если ты не готов сейчас говорить на этот вопрос, поговорим об этом попозже. Хотя мне было бы очень интересно. А вот у меня сегодня и рассказать о том, как прошел ваш день. Если вы будете задавать этот вопрос каждый день, будьте уверены, что самый скромный, скрытый, самостоятельный, тревожный ребенок, он обязательно раскроется перед вами. Попробуйте задавать этот вопрос своему мужу. Проверено на практике. Он расскажет вам обо всем, что произошло за сегодняшний день у него. Второй вопрос. Как дела у твоих друзей? Обязательно задавайте вопрос о событиях, которые произошли в жизни друга вашего ребенка. К сожалению, родители некоторые не знают друзей ребенка в классе, не знают о друзьях ребенка вне школы, не знают, из какой семьи этот ребенок. И это тоже приводит к неприятным взаимоотношениям, потому что это касается личной жизни ребенка. Поэтому задавайте своему ребенку примерно следующие вопросы. А ты своему другу про нас рассказывал? А как ты думаешь, кто из твоих друзей больше всего нравится мне? Почему? А каким из своих лучших друзей ты гордишься? Почему? А как ты думаешь, лучший друг, лучший приятель, какими качествами должен обладать? А если твой лучший друг у тебя что-то украдет, что ты будешь делать? То есть понимаете, что это вопросы, они касаются разных ситуаций и подходят для разного возраста. Следующий, третий вопрос. Что приятного, что хорошего у тебя произошло за сегодняшний день? Даже в самый пасмурный, мрачный, дождливый день, после самой сложной контрольной работы по математике, когда вы задаете этот вопрос, ребенку необходимо найти какой-то эпизод, который его обрадовал. Если ребенок при анализе за день такого момента радостного для меня не нашел, значит, у вас, родители, есть возможность создать такую ситуацию, которая проявит самые положительные эмоции здесь и сейчас. Ну, например, проиграйте с ребенком в настольную игру. Или, например, что-то совместное сделайте. Например, прогуляйтесь перед сном. Если у вас нет возможности, просто все вместе ляжьте и помечтайте о построении будущих планов. Например, дальнее будущее. Что мы будем делать на предстоящий отпуск? Или что мы будем делать во время предстоящих каникул? Или что мы будем делать во время предстоящих выходных? Таким образом, во-первых, у ребенка учится выстраивать планы от ближайших до дальних. Во-вторых, у ребенка развивается позитивное мышление. И в-третьих, ребенок учится переключаться от негативных мыслей в положительные эмоции. И четвертый вопрос. Чем я могу тебе помочь? Нужна ли тебе моя помощь? Некоторые родители говорят, так мы разбалываем своего сына или свою дочь, они сядут нам на плечи. Хочу вас уверить, если ребенок научится просить помощи в мелочах, тогда будьте уверены, что в какой-то трудной ситуации, в конфликтной ситуации он обратится за помощью, за советом, за рекомендацией именно к вам. Потому что этот вопрос приоткрывает дверь в душевный мир родителя. И тогда эта дверь, ребенок будет уверен, она для него всегда открыта. Но начинайте сами, родители, с малого. Помогите ребенку убрать у него за рабочим столом, ну хотя бы накопившийся мусор. Помогите убрать вещи в шкаф, например, так. Ведь чем чаще мы просим помощи, тем счастливее мы себя чувствуем. И еще последний совет. Когда вы беседуете с ребенком, ни в коем случае его не перебивайте. Обязательно прослушайте его до конца. Ни в коем случае не приклеивайте ярлыки к его друзьям. И комментируйте только в том случае, если ребенок просит вас об этом. Обязательно находитесь с ребенком на одном уровне глаз. Для этого наклонитесь к своему малышу, либо присядьте на корточке, либо сядьте с ним за один стол или диван. Обязательно нужен телесный контакт. Посадите ребенка на коленки, возьмите ребенка за руку, похлопайте дружески его по плечу. И тогда, уважаемые родители, будьте уверены, ваш ребенок всегда будет рядом с вами.